Привет! Меня зовут Полина, я нахожусь сейчас в своей общаге, и это моё первое разговорное видео в общаге спустя полгода жизни здесь. Сегодня я хочу рассказать вам о своих фаворитах, о фаворитах за 2019 год, а именно за половину 2019 года, как раз когда я переехала в Петербург и начала жить самостоятельно, начала жить в общежитии, потому что за этот период я открыла для себя очень много нового, и именно сейчас я действительно могу поделиться своими фаворитами, которые являются моими настолько реальными фаворитами, и это то, что я для себя открыла за эти полгода, то, чем я пользовалась постоянно, и то, о чём мне прям хочется говорить всем, говорить о том, что это так классно, и что вот это я просто обожаю, полюбила всей душой, а не так, что я брала там какую-то вещь раз в два в месяц, и буду сейчас вам о ней рассказывать. Это то, что действительно очень занимало важную роль в моей жизни. Я поделила всех своих любимчиков на три категории. В первой категории будут просто несортируемые вообще, в принципе, вещи, во второй будет техника, а в третьей — еда, потому что когда ты живёшь один, ты очень большое внимание начинаешь обращать на свою еду, ты сам начинаешь для себя что-то готовить, и, в общем, об этом я расскажу в конце. Я вчера приехала с нашего путешествия на пароме по Европе. Вы, наверное, уже увидели это видео или увидите в ближайшее время, и там у меня немного заболело горло, поэтому, возможно, у меня сегодня будет какой-то не такой голос, и ещё я буду пить чаёк, заварила себе чай. Никогда не понимала, зачем блогеры заваривают себе чай, и просто так, может, для красоты, но вот сегодня мне прям очень это было нужно, и это, я надеюсь, мне поможет говорить более-менее понятно и нормально. А ещё я сейчас съем дольку своей шоколадочки, которую я привезла из Европы, чтобы вообще себя прекрасно чувствовать и в хорошем настроении с вами делиться всеми своими фаворитами. Раз я вам уже показала свою кружку, то начнём с неё, потому что это однозначно мой фаворит. Именно эту нам подарил Итмо на выезде в Ягодное. Это кружка Мега Баттла. Вот, и она, она термо, она непроливаемая, то есть я могу сделать вот так вот. Именно поэтому я сейчас налила чай в неё, потому что я могу сидеть в кровати и пить чай. Это прям безумно удобно, и, наверное, именно это качество мне нравится в ней больше всего. Ещё я всегда мечтала о такой кружке, чтобы брать кофе в кофейнях, наливать в неё, потому что это экологично, и также ещё скидку кто-то делает, кто-то не делает. Но больше всего я хотела такую кружку из-за экологических соображений. Правда, когда я прошу налить мне кофе именно в эту кружку, он получается каким-то невкусным. Я не знаю, это зависит от неё или нет, но сколько я не просила наливать в неё, мне не нравился кофе. Ещё у меня есть ещё одна кружка термо, она от Кофелайка, я выиграла её в конкурсе Кофелайка. Она уже стальная, то есть это пластмассовая, а это стальная. По крайней мере, этот материал похож на сталь. Из неё кофе, мне кажется, повкуснее, и ещё она намного дольше задерживает тепло, то есть она прям работает как действительно настоящая термокружка, как термос. Если вот эта вот пластмассовая, она практически не держит тепло, но мне это особо даже и не нужно, то вот это вот просто термос, и когда даже ты хочешь, чтобы у тебя уже чай поскорее остыл, или твой кофе, но он всё ещё горячий, и это немного напрягает. А ещё один раз меня напрягло то, что я думала, что она такая же непроливаемая, как и та моя кружка, и я как-то её шла вот так, несла под мышкой, и моя куртка стала сырой в один момент из-за того, что оттуда пролился чай, а ещё она тяжелее. Но именно её материал мне нравится больше. Так что если мне не нужно именно непроливаемую кружку, то я, скорее всего, возьму её в этом случае. Если термокружками я пользуюсь не каждый день, то бутылкой для воды я пользуюсь просто каждый день, просто 24 на 7. Я её использую и в общаге в качестве просто кувшина для воды. Я постоянно переливаю в неё воду из чайника и пью воду из неё. И постоянно ношу её с собой, как обычную бутылку воды. Я купила её ещё летом в Перми. И я думала, покупать или нет, она стоила вроде бы 500-600 рублей. Думала, не слишком ли дорого. Но просто если посмотреть, насколько часто я ей пользуюсь, а это действительно... Ну, я ничем, наверное, так часто не пользуюсь, как и ей. Она постоянно полная. Я только я выпиваю воду, снова наливаю в неё воду. Я даже не думала, на самом деле, когда покупала, что я буду её использовать и дома. Я думала, что буду брать с собой только всегда. Но нет, я использую её и в общаге. И это просто идеальная бутылка. Я не знаю, я её настолько люблю, что просто не описать словами. Но она тяжелее, чем обычная пластиковая бутылка. Но легче, чем стеклянная бутылка. Было время, когда я ходила со стеклянной бутылкой, и это было намного тяжелее, чем с ней. А ещё она стальная. Благодаря этому вода в ней не портится. В неё можно наливать хоть горячую воду, хоть пять лет её использовать. Она не будет давать плохие свойства воде, как, например, пластмассовые бутылки, которые можно использовать только два-три раза, а дальше они начнут выделять какие-то вредные вещества, которые нельзя принимать человеку. Стальная бутылка ничего не будет делать с вашей водой. Вы можете наливать туда кипяток, и всё будет прекрасно. Поэтому я даже не знаю, как я без неё смогу прожить. Это первая вещь, которая сподвигла меня на это видео. Я просто постоянно думала о том, какая она прекрасная. Мне хотелось кричать об этом, о том, что это просто идеальная бутылочка. Я могу её носить и в зал, и просто с собой, и просто пить из неё воду, и наливать в кипяток, и что только не делать с ней. В общем, знайте, это моя любовь, просто номер один. Следующая вещь, это кусковое твёрдое мыло. Когда я переехала, я же начала сама для себя покупать всё и мыло, и все там химические средства, и нехимические, и всё вообще абсолютно, все бытовые предметы, начала покупать себе сама, начала осознавать их ценность, их нужность, их применимость, и поняла, что кусковое мыло просто в 20 миллионов раз круче, чем жидкое мыло, потому что я приехала сюда в сентябре с кусочком мыла твёрдого, положила его к себе в мыльницу, и всё ещё оно у меня не закончилось. Сейчас на дворе уже февраль. Оно уже, конечно же, стало меньше, начинает заканчиваться, но я думаю, что ещё и до марта я смогу им пользоваться, и это супер как экономично, а ещё супер экологично, потому что я думаю, что жидкое мыло закончилось у меня бы намного раньше, мне бы пришлось купить новую упаковку пластмассовую этого мыла, а твёрдое мыло мало того, что даже продаётся там в каких-нибудь не таких пластмассовых больших упаковках, так ещё и хватает его на очень-очень долгое время, так что я каждый раз, когда иду мыть руки, просто удивляюсь, какое это прекрасное мыло, и как его надолго хватает. И недалеко уходя от мыла, хочу рассказать вам о ферри. Это средство для мытья посуды, и когда я только заехала в общагу, я пришла в магазин, мне нужно было купить впервые в жизни, самостоятельно купить средство для мытья посуды. Я взяла вот такую вот маленькую баночку ферри, она там стоила совсем недорого, была по скидке. Я думаю, ну в рекламе видела, ладно, возьму. И в итоге, я точно так же удивляюсь тому, насколько его долго хватает. Ферри хватает просто одной капельки, для того, чтобы один раз помыть всю посуду, там, например, три тарелки, кружку, ложки, вилки. Это тоже очень экономично, очень удобно, и я купила его где-то в сентябре, и все еще у меня полбанки, при том, что мы пользуемся им вдвоем с моей соседкой. Теперь переходим к технике, и здесь у меня две просто суперлюбимых вещи. На первом месте мультиварка, потому что мультиварка это та вещь, к которой просто можно приготовить все, что угодно, вот просто ты можешь жить, у тебя может быть это мультиварка, больше тебе не нужна вообще твоя кухня, потому что в мультиварке ты можешь приготовить все, что угодно, ты можешь все, что угодно сварить, пожарить, и я сначала не хотела покупать себе мультиварку, прямо несколько месяцев подряд я пользовалась кухней, ходила на кухню, потом, когда мы переехали на первый этаж, у нас не было кухни, и мне пришлось купить мультиварку, хотя мне даже особо не хотелось этого, потому что я думала, что кухня – это прекрасно, я могу и там нормально готовить, но когда я купила себе мультиварку, я не поняла, как я вообще без неё жила раньше. Это настолько удобно. Я могу приготовить в ней и яичницу, и что-нибудь пожарить, и что-нибудь сварить, вообще абсолютно всё, что угодно. Например, яичница готовится в ней просто за 5 минут, ты ставишь режим жарка, 5 минут, разбиваешь туда яйца, через 5 минут смотришь, а там просто идеальная яичница. И это очень экономит ваше время и очень просто помогает вам в хозяйстве. А на втором месте в моём списке техники будет стоять вафельница. Электровафельницу мне подарили мои одногруппники на день рождения. Я всегда о ней мечтала, прям, ну я не знаю, сколько лет мечтала о том, чтобы у меня была электровафельница, но мама не хотела мне её покупать, потому что не хотела захламлять квартиру. А сейчас я могу сама решать, хочу ли я захламлять своё пространство, и я решила, что очень хочу. И очень хочу вафельницу, и ребята мне её подарили. Там было изначально две насадки, одна для тонких вафелек, которые ты скручиваешь вот так вот в трубочки, и туда что-нибудь, какую-нибудь начинку кладёшь, а вторая для орешков. Я просто обожаю делать орешки со сгущёнкой, и я мечтала о том, чтобы делать орешки в электровафельнице, потому что я представляла, насколько это просто в отличие от газовой вафельницы, которая такая старая, СССРская, где вы на плиту её ставите, как сковородку. Но это было весело на самом деле, когда мы с мамой так готовили вафли. Так вот, там были орешки и тонкие вафли, но я просто обожаю толстые вафли, и я очень хотела себе насадку для толстых вафель, и я её купила, и теперь моя жизнь просто прекрасна. Я готовила себе в вафельнице орешки со сгущёнкой, они были просто прекрасно вкусные. Толстые вафли, это тоже было прекрасно, и это очень просто. На первых этапах у меня пока уходит час для подготовки теста, но это просто потому, что я какая-то медленная. На самом деле, я думаю, дальше будет быстрее, но даже час, мне кажется, что это не очень много. Просто намешал тесто за час, а дальше уже 5 минут вафельницы, и всё готово, можешь есть и наслаждаться. Да, я уже подумываю об открытии кафешки с вафлями у себя в общаге, потому что это такая любовь. И вафли тоже входят в список моих фаворитов, потому что они мне не надоедают вообще нисколько. Я их до этого ела в кафешках, а сейчас купила себе эту насадку для вафельницы и приготовила первый раз сама, и это было настолько вкусно, настолько прекрасно. Я даже не думала, что в первый раз они мне могут настолько понравиться. Следующий мой съедобный фаворит, который я открыла за этот период времени, это фасоль в томатном соусе. Я вообще раньше никогда не любила фасоль и думала, что фасоль в томатном соусе — это что-то странное, что-то непонятное. Почему все это любят? Это, наверное, невкусно, мне не понравится. Но её действительно брали практически все, очень много людей. Я знаю, кто любит эту фасоль, и я решила тоже взять и попробовать, и в итоге я просто в неё влюбилась. Она действительно очень вкусная, её можно есть с чем угодно, с любым гарниром, с гречкой, с картошкой, с макаронами. Просто идеальное дополнение вместо мяса, вместо чего-нибудь ещё, чтобы не просто есть там одну гречку. Это просто прекрасно, и это одно из моих самых любимых блюд, и одно из самых частых блюд, которые я себе готовлю. Так что да, обязательно попробуйте, если вы ещё не пробовали. Она довольно недорого стоит, и это прямо очень вкусно, и я думаю, что, возможно, даже полезно. Также этой осенью я открыла для себя тыквенный суп. А именно, впервые я попробовала его в цехе 85, это питерская пекарня, и я просто в него тоже влюбилась. Он такой нежный, кремовый, в него ещё семечки тыквенные кладут, и это всё вместе получается безумно вкусным сочетанием. И я просто настолько часто его ела, уже не только в цехе, везде, где вижу тыквенный суп, сразу беру. Особенно часто он бывает ещё и на кокосовом молоке. Так что это вполне себе вегетарианское блюдо, и безумно вкусное. Я просто признавалась ему в любви этой осенью, да и не только. Сейчас это для меня уже что-то такое обычное, что входит в мой, можно сказать, ежедневный рацион. То, в чём я уверена, и то, что я готова брать просто в кафе всегда, и всегда буду знать, что это вкусно. И это мне очень понравится, и это моя большая любовь. Матти-латте. Этой осенью или даже зимой я попробовала в Старбаксе матти-латте. Матти-а, матча, везде называется по-разному. Я попробовала его там. На самом деле было немного страшно, потому что многие говорили, что это отдаёт рыбой или ещё чем-то. Не знаю. На данный момент, сколько я его не пробовала, мне не отдавало это никакой рыбой. Даже не представляю, как это может быть похоже на рыбу. Но мне это понравилось. Этот напиток может отлично разнообразить кофейную жизнь, когда ты постоянно пьёшь кофе. И вдруг тебе вроде бы хочется попить кофе, но ты его уже пил недавно, и можешь взять себе матчу. И прекрасно провести время с ней. Также говорят, что там содержится какой-то антиоксидант и ещё что-то там. Не знаю, на самом деле не изучала её состав. Я просто её попробовала, мне понравилось, и поэтому теперь беру её иногда. Кофе я пью почти каждый день, и зачастую пью его с утра в общаге. И просто обожаю пить его с утра именно вот с этим печеньем бельвита. Это просто для меня идеальное сочетание с утра кофе вот с этим вот печеньем. Я это настолько полюбила, и настолько это мой большой фаворит, что всегда жду, когда оно будет по скидке. Покупаю себе несколько коробок. Я не знаю, кто это придумал, и не знаю вообще, почему это так вкусно, и почему я это так люблю. Но это действительно очень вкусно. Если не пробовали, обязательно попробуйте, и вы не сможете больше пить кофе по утрам без него. Дальше полезная сладость. Сушёный инжир. Сушёный или вяленый. Он продаётся обычно в магазинах с орехами, с сухофруктами. Лежит где-нибудь рядом с финиками, потому что для меня они довольно похожи. В плане того, что это такие две полезные сладости. Они очень сладкие и абсолютно натуральные. Кстати, бывают, конечно, я знаю, что финики в каком-нибудь сиропе сахарном. Насчёт инжира не знаю. Но он, правда, безумно вкусный. Я очень люблю заменять им конфетки всякие, печь чайок с инжиром. Так что, если вы хотите отказаться от сахара, то это просто идеальная альтернатива. Финики, инжир. Раньше я ела только финики, но потом я пробовала инжир и поняла, что это тоже очень-очень вкусно. И они довольно разные по вкусу. Так что, если вам вдруг надоедят финики, то вы можете попробовать сахарный инжир. И я думаю, что он вам понравится. И, наверное, последний фаворит этого видео. И так очень символично он находится в конце. Потому что это стало моим фаворитом именно под конец года, когда началась зачётная неделя. Когда я ничего не успевала, мне нужно было всё сдавать. Я не спала ночами. Благодаря энергетикам я поняла, что энергетики действительно работают. Если ты выпиваешь одну баночку, то тебе хватает сил. Ну, по крайней мере, мне хватало сил прямо на всю ночь работать после энергетика 0.3. Но я понимаю, насколько это не полезно и насколько вообще нехорошо их пить. Но именно во время зачётной недели, когда я ничего не успевала и мне приходилось работать ночами, они меня прямо очень спасали. И я им благодарна, конечно, за это. Но просто так я их не пью. И если вот только в крайнем случае, если я понимаю, что больше никак, то я пью энергетик и понимаю, что он действительно может мне помочь. И даёт мне возможность работать всю ночь и потом удачно сдавать какие-нибудь лавы или что-нибудь ещё. Я их, кстати, даже не покупала. Нам в Итмо их просто так выдавали постоянно на каких-нибудь мероприятиях, раздавали. И у меня всё копилось в холодильнике, потому что просто так я не особо любитель их попить. А вот для зачётной недели они очень даже пригодились. И я так благодарна Итмо за это. Итак, это были все мои фавориты. Все вещи, которым я очень благодарна за эти полгода, которые меня очень вдохновляли, мне очень помогали, меня очень радовали. И да, я надеюсь, что что-то из этого вам было полезно услышать, что вы взяли что-то на заметку. Советы самостоятельного человека. Советы человека, который начал жить один. Открытие человека, который живёт самостоятельной жизнью. Я думаю, что это может пригодиться вам, когда вы будете начинать жить одни. Или если вы уже живёте одни, то это тоже может вам пригодиться. И да. Спасибо большое за просмотр. Напишите, интересно ли вам было это слушать. И ещё можете посоветовать какие-нибудь ваши фавориты самостоятельной жизни, или несамостоятельные, какие-нибудь бытовые вещи. или просто какие-нибудь очень полезные для вас вещи. Пишите мне всё, что вы любите. Мне будет, правда, интересно почитать. И да. Большое спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok